Максим, интересно наблюдать тебя здесь на Кубке России в качестве представителя, как я понимаю, фирмы «Илейка», потому что штанга «Илейка». Штанга «Илейка»? Гриф, я видел «Илейка». Да, «Илейка». Ну, я, в принципе, посещаю все соревнования, стараюсь, потому что мои друзья выступают, и это интересно, это моя жизнь. Вот, ну, по роду деятельности, как бы, тоже понятно, что здесь нахожусь. А вот интересно, почему, тем более ты, как вице-президент, например, мог бы, я вот не знаю, как это рекламентируется, продвигать, как бы, свою фирму, чтобы, все-таки, «Илейка» – это же фирма мирового уровня, и интересно, почему она не на всех наших российских соревнованиях имеет, ну, участвует в них, так сказать. Ну, на самом деле, если взять исторически, мы с 2000 года начали представлять интересы компании «Илейка» в России. Вот, и с 2000 года ни одного чемпионата России еще не проводилось, чтобы не использовалась «Илейка». Все чемпионаты, абсолютно. А вот почему, с чем это связано? Мы связаны с тем, прежде всего, что спортсмены очень любят это оборудование, во-первых. Во-вторых, компания «Илейка» – это единственная компания на сегодня в России, которая официально представлена, зарегистрированная компания ООО «Илейка Спорт». Соответственно, мы даже не представительство компании «Илейка», но есть компания «Илейка» на территории России, дочерняя просто компания. Соответственно, все… у нас есть специальный сайт, официально заинфицированная компания, мы официально проводим наши оборудование через границу, растомаживаем его. Вот, у нас официально работают сотрудники, каждый день получают абсолютно белую, чистую официальную зарплату. Сервисная служба у вас годовая, по-моему, гарантия, ой, пожизненная гарантия. Да, у нас пожизненная гарантия, на 10,5 лет завод дает гарантия. То есть мы поддерживаем на территории России все абсолютно гарантии, которые дает завод. Соответственно, за нашу продукцию мы отвечаем, да ее качество, и так далее. Мы всем ответственны. Немножко ушли от вопроса. Я хотел спросить, почему не на всех соревнованиях участвуют фирмы «Илейки». Тендеры какие-то или еще что-то? Ну, на самом деле, последние, вообще это как принимает решение организация, которая проводит соревнования. И не всегда у организации есть... А с чем это связано? Они выбирают более дешевые какие-то фирмы? Нет, они, в принципе, они выглядят, что они хотят проводить соревнования. Вот, соответственно, федерация, она дает согласие по тем или иным причинам. И, соответственно, у этого региона, у этого региона может быть недостаточно денег, чтобы приобрести новое оборудование. То есть, получается, они выбирают более дешевые, так? Ну, выходит, что... С более выгодными предложениями. Я думаю, что возможно так. А вот если взять, например, вот есть у нас еще в России разве там УИСАК, Каверксан. Если вот взять, например, эти две фирмы, вы проводили какие-то... Ну, фирма «Илейка», например, проводила какие-то сравнительные тесты, анализы, чтобы выявить, чем... Какая фирма все-таки лучшая? Ну, на самом деле, такие тесты мы не проводим, потому что не в наших интересах, чтобы выбираться, чье оборудование лучше. Мы просто делаем качественное оборудование. И оно, уже этот тест проведен уже давно, на протяжении 60 лет наша компания производит оборудование. И результат того, что мы на рынке, наше оборудование признано и любимо всеми тяжелотетами всего мира. И не только тяжелотетами, а также пауэллифтером. Кроссвит вы стали развивать, да? Кроссвит точно так же. Даже сайт свой открыли. Да, то есть очень... Вот наш тест, да, то есть то, что наше оборудование, оно признано. Это Международная Федерация дала сертификат. Это первая компания, которая получила этот сертификат. Я думаю, так же вот в западных странах, например, когда они выбирают оборудование, они берут не только вопросы цены, а не прешные бренды. И все обращают вопрос качества. Качество не гарантий. Качество не только самого оборудования, но также и качество поставок. То есть такие вот вопросы учитываются. У нас в России пока эта система не отваживает. Точно так же у нас нет пока до сих пор Федерации тяжелотетики. Я буду говорить обязательно с президентом. Нету до сих пор регламента, как проводится соревнование, на каком оборудовании, по какому принципу оно определяется, какой порядок. Потому что, как мы здесь видим, бардак, конечно, полный. Но по мосте, может быть, непонятно откуда диски, непонятно какие грифы. Ну да, гриф одной фирмы, диски другую фирмы. У других еще больше различий. Там есть и финская, и китайская, и все, что хочешь. Это, конечно, неправильно. Наша страна, она считается лидером тяжелописки. Она не должна себе позволять... Все должно быть идеально, высокого уровня. ...должно быть качественной и надежной. Ну да, я тоже. Продолжение следует...